Музыка Хотя Алексей Шур это современный композитор, его мелодии возвращают слушателя к классическим истокам, а исполнение белгородских музыкантов придает их звучанию еще большего волшебства и очарования. Но в центре внимания сегодня виртуоз виолончели Борис Андрианов. В руках артиста раритет. Эту виолончели создал венецианский мастер Доминика Монтаньяна в 1740 году. Позже она попала в царский дом Романовых. Ну а после революции оказалась в государственной коллекции уникальных инструментов. Играть на таких – большая честь. По счастью, в 2005-м виолончель доверили Борису. С тех пор она его спутница во всех концертах. Это даже не то, что моя спутница, это как бы часть тебя. У меня голос не очень поставлен, пою я плохо. Вот всю жизнь учился, чтобы петь на инструменте. Вот видите, как я сажусь, она как бы вместо меня. Тут раз, по форме так. В общем, и все, мы одно целое. О виолончели Борис заботился как о себе. Не забывал баловать. Частенько возил за границу. За 15 лет отыграл с ней порядка 2000 концертов по всему миру. Прошел огонь, воду и медные струны. Но недавно Борис получил печальное известие от музейного фонда. Творческий отпуск в виолончели заканчивается. И ей пора на отдых. Тут два течения. Есть музыканты, вот как я считаю, что нам нужно звучать. Все музейный фонд, они считают, что это экспонаты, которые должны лежать в стороне, лучше сохраняться. Вот как бы мы считаем, что только в полете живут самолеты. У таких инструментов разные судьбы. Сестра-близнец это виолончели по прозвищу «Спящая красавица». Молча висит в качестве детали интерьера в одном из знатных домов. Из-за чего идеально сохранилось. А вот спутницу Бориса слышали миллионы. Вторая часть концерта – музыкальное воплощение Рихардом Штраусом, известного романа «Дон Кихот». Тему главного героя исполняет Борис. А вот роль Санчо Панса – его отец. Концертмейстер Национального симфонического оркестра Каталонии Анатолий Андрианов. Радость первого большого концерта на одной сцене с отцом слегка смягчила грусть расставания с инструментом, на котором Борис играл большую часть своей творческой карьеры. Взамен музыканты уже подобрали новую виолончель, которая, возможно, звучать будет даже лучше. Но, несмотря на это, сегодня Борис играет, как в последний раз. Глеб Дудкин, Евгений Титов. Такой день на мире Белогория. Глеб Дудкин